Всем добрый день, это Надик. Это часть вторая. Как ее установить на ваш компьютер, новые иконки и как изменить звуки. Сегодня мы это рассмотрим. Начнем с первого, как изменить данные иконки на вашем компьютере. Для этого нужны сами иконки и замечательная программа, который я выложу вам ее, чтобы могли выглядели мне. Так, да и нам нужен сайт, который я давал в том уроке. Называется он 7chemos.tum. Вот. Для этого выбираем на иконке, допустим, вот у меня стиль в зеленом, да, то, соответственно, иконки стиль в зеленом. Если у вас стиль, допустим, черная, то, соответственно, вам иконки нужны темные. Я уже рекомендую, обычным пакетом ставлю, более удобные. Для меня этот сейф, он так единый, который вам помогает. Выбираем иконки темные. Вот, темные иконки. Смотрим, подходит ли она, или нет. Вернее, край, ширани. То есть, более всех, управляем. Иконки. Стрелаем иконки. Теперь скачаем. Скачаем здесь. После этого как вы скачали, это не актив, его не надо распаковывать, ничего. Просто перекладываем на другой локальный диск, в C или в D, в любую папку. После этого нужна сама программа, которая будет устанавливаться. Где её найти, я её выложу вам в листах, чтобы вы могли подсказать иконки. И как изменяет, я вам покажу. Вот она сама программа. Идём к запуску её, вот она запустилась. Далее мы нажимаем на эту кнопочку замечательную. Открывается окошко. И указываем те иконки, которые вы скачали. И после этого открыть. Здесь показывает, что не надо открывать эти вирусы. Они должны быть либо в таком формате, в таком формате и в степи. Каким форматом они его устанавливают. После того, как вы установили иконочки, они вот здесь отображаются, как вы видите, когда поставили все иконочки. И дальше жмём вот на эту кнопочку. И ждём, пока пройдёт тестеризация. Установка этих иконок. После этого вам предстоит вирус. Компьютер переразгрузить. Для полного изменения иконок. Если вы захотели другие, тем, допустим, сменили другие. То есть берёте, допустим, зелёный, да, тем, как у меня. В стиле зелёный. То есть иконки берём зелёный. И таким же методом с помощью этой программы «Стайвен». Далее я вам покажу, как изменяется на Windows 7. Звуки «Приветствия», любые звуки, какие-то корзины и всё остальное. Для этого мы заходим к следующим образом мышки. Тестеризация. Далее звуки. Далее можно закрыть. Открывается окошко, которое, естественно, нужно звуки. Как добавить звуки? Чтобы они были здесь, то же самое. Заходим на компьютер. Система «Ст». Соответственно, нам нужны сами звуки. Звуки вы можете скачать себе буквы тоже в архиве. Которые я использую, они более красиво, актуальны, говорят. Звуки. У меня лежат, допустим, здесь уже готовые. Вот звуки, которые у меня в архиве. Всё. Выделяем и копируем. И переносим их в компьютер. Затем. Windows-папочка. И ищем папочку, такую, Sysmin C2. А, нет. Ошибаюсь. В медиа. В медиа заходим. В медиа папочка. И вот сюда кидаем. Либо создаём папочку, и туда кидаем. Разницы не имеется. После того, как вы закинули, возвращаемся вот сюда. К этому окошку. И, соответственно, по выбору, которые стоят, по системе. Выбираете тот звук, который вы поставили. Если у вас находятся папочки отдельные, то обзор. Обзор. Открывается то окно. Все у вас находятся звуки. То есть, изменяете по папочкам. То есть, тема, но не от тема. То есть, вам получится от той папочки, которая требуется. То есть, Music. И всё. При каждом установлении звука, вы можете проверить, вставился он или нет. То есть, проверить надо. Он проиграет. Это какой-то другой звук. То есть, имеет название. Не путайте. Я же покажу, как устанавливать гаджеты на рабочий стол и заменять. Пока.